Баскетбольная площадка средней школы номер 25 города Минска, что в Брилевичах, неожиданно на целый день превратилась в мекку стритбола. Сама площадка, к слову, самую малость не дотягивала по некоторым критериям и стандартам до отметки «отлично». Но это никак не помешало целой россыпи баскетбольных талантов сразиться за призы. Наверное, это определенная безалаберность, потому что те строители, которые делают детские площадки, они делают площадку для детей. Хотя здесь, смотрите, прекрасное ограждение, чтобы мяч не улетал, то есть тут тоже будут хорошие средства затраченные и прекрасное резиновое покрытие, на котором менее травмоопасно играть. Мощные щиты мы видим перевернуты на 180 градусов совершенно, квадратики должны быть ниже, поэтому площадок хватает, но вот именно вот что касается щита, кольца и сетки, вот над этим нюансом нужно поработать, тогда мы увидим еще не одно поколение хороших баскетболистов. У федерации четкий план – отобрать игроков в юниорские сборные для участия в чемпионате Европы. Сами игроки не против попробовать свои силы на официальном турнире, тем более в форме сборной. Стритбол – это возможность для каждого, даже кто не занимается профессионально, прийти на площадку и показать себя, расслабиться после долгого рабочего дня, учебы, работы, семья. Это очень хорошо, что устраивают такие турниры. Конечно, выросли за год, в этом возрасте прогресс всегда очень сильный, очень серьезный, тем более многие из этих ребят в профессиональных командах тренируются, конечно, они будут постоянно расти профессионально, это безусловно. Кумиров нет, больше смотрю европейский баскетбол, но он импонирует, как играет Виталий Глюточ из «Смоков первых». Да, играть с низкими кольцами было непривычно. Да, на действиях сказывалась жара, но условия были одинаковы для всех, поэтому итоги справедливы. У юношей уверенную победу в турнире одержала команда «Холл Анкл», в составе которой собраны, безусловно, сильнейшие игроки до 18 лет. Владислав Микульский, Денис Викентьев, Антон Зарецкий и Максим Коротцов. Если проигрываем, поддерживаем друг друга, разбираем ошибки. А если выигрываем, ну, если было много ошибок, недопониманий, то все это, конечно, обсудим, какой-то конфликт, может, и регулируем. И все, а так особо ничего у нас нет. Второе место заняла команда «Европа-24», за которую играли Виталий Лебедев, Никита Кучков и Вадим Третьяк. У девушек сильнейшим ожидаемо оказался коллектив «Асоль» во главе с серебряным призером прошлогоднего чемпионата Европы по 3 на 3 Мария Дайщик. «Каждый играет по-своему, есть разные стили игры, кого-то там быстрые, резкие, кто-то на паузе больше». «Скоротичность игры, всего лишь 10 минут, 12 секунд на атаку, это 2-3 передачи, индивидуальные действия выходят на первый план, сыгранность игроков, короче, это все очень важно». «Хороший игрок, стилистболист, он должен уметь и быстро, и резко, и остановиться, должен знать, что делать, при этом быть техничным, потому что здесь многое зависит от личного мастерства, что ты умеешь делать». «Маши помогали Александр Ратникова, Дарья Филипенко и Маргарита Шатила». «Во-первых, я жду то, что остальные дети, которые пока немножко слабее, будут расти в своем мастерстве, будут играть, потому что просто тренироваться и вариться в собственном соку – это тяжело. Когда есть возможность показать то, ради чего ты тренируешься, в этом уже появляется смысл». В финальной игре достойное сопротивление победительницам оказала команда «Бульбашики». Ее состав выглядел следующим образом – Алла Гавлуш, Любовь Степанова, Анастасия Ивлеева и Диана Шульгович. Тренеры очертили круг кандидатов на попадание в составы сборных. Из всех претендентов до 19 июня будут выбраны по 4 игрока – у юноши и у девушек. Именно они в середине июля будут представлять Беларусь на квалификации к чемпионату Европы 2016 года. «Шесть лучших команд из 15 выходят дальше в финальный этап. Вот это главная для меня задача – в Латвии мальчики, венгрии девочки, чтобы мы попали в «шестерку лучших» и отобрались на финальный этап».